ЧП на российском трубопроводе в Европу, на этот раз нефтепровод «Дружба», Украина остановила прокачку нефти по направлению к Венгрии после ракетного обстрела собственной территории. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по такому случаю даже вынужден был созвать экстренное заседание Совета Безопасности страны. Михаил Иванович, что случилось с «Дружбой»? Ну, я немножко поправку внесу. Во-первых, не по своей территории Украина била, когда вышла из строя. Нет, конечно, конечно нет. Да, да, да. То есть в результате военных действий были повреждены объекты, которые необходимы для прокачки нефти через украинскую территорию. Это большой кусок, сегмент этого нефтепровода, им управляет Укртранснафта. И поставки пришлось прекратить, но, судя по всему, где-то уже через три или четыре дня прокачка возобновилась. Нашли способы, каким образом снова запустить насосные станции и пустить нефть дальше в сторону трех европейских государств. Это Венгрия, Чехия и Словакия. Вот они как раз на южной ветке «Дружбы» и сидят. В Венгрии была, я бы сказал, даже паника какая-то, потому что сейчас примерно три четверти всего импорта венгерской нефти, они приходят по-прежнему по нефтепроводу «Дружба». Венгрия получает нефть из других источников. В основном это идет с Адриатического моря, нефтепровод «Адрия». Нефть разгружается в хорватском порту Омешаль и дальше идет внутрь Евросоюза. В основном Венгрия помимо российской нефти получала нефть из Казахстана, из Азербайджана и еще несколько там мелких каких-то партий было. Но без российской нефти Венгрии пока никак не обойтись. Вот без нефтепровода «Дружба». Но здесь я сразу должен сделать такую поправку, что виновата-то кто? Виновата в Венгрии. Почему? Ее предупреждали. Еще в январе 2007 года Путин распорядился принять все меры для того, чтобы вывести из эксплуатации всю систему «Дружба». Тогда была такая идея, что не надо вот там через транзитные государства, через Беларусь и Украину ввести экспорт нефти. И давайте мы всю нефть с белорусской границы, с пункта насосной станции УНЕЧА переправим все это по новой трубе, которую построим на Балтийской побережье. И оттуда будем нефть сами, без всяких транзитеров экспортировать. Да, принято было такое решение. Ну, трубу построили, правда, не той мощности, как хотели. Хотели 75 миллионов тонн в год, построили поменьше. Но, тем не менее, у России есть возможность без «Дружбы» вполне сейчас обойтись. Судя по тому, сколько она прокачивает нефти. И в Венгрии уже тогда должна была задуматься, если принято политическое решение избавиться от этой трубы, то что-то надо делать, налаживать связи с соседями и получать нефть откуда-то из других источников. Поздно, не спохватились, сейчас придется что-то, какие-то усилия прилагать для того, чтобы положение исправить. Мы все помним, как весной тот же Виктор Орбан отстаивал интересы России, Путина и всячески сопротивлялся введению нефтяного эмбарго и, в частности, сохранение работы нефтепровода «Дружба». После таких инцидентов, которые произошли на этой неделе, есть ли риск того, что Россия рискует потерять своего единственного союзника в Евросоюзе, в Венгрии? Ну, риск, конечно, есть, потому что российские ракеты будут по-прежнему бить по территории Украины, и, как мы видим, высокоточные ракеты бьют, куда попало с радиусом несколько километров, и повреждение жизненно важной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры вот этого отрезка нефтепровода «Дружба», оно тоже не исключается, и, скорее всего, мы это еще увидим. Сразу хотел бы обсудить в продолжении темы «Дружбы». Польша, с одной стороны, сделала официальное заявление МИД Польши во вторник, что нужно бы распространить эмбарго и на поставки по трубопроводу «Дружба», с другой стороны, коммерсант со ссылкой на источники, правда, сообщает, что Польша рассчитывает получать российскую нефть по «Дружбе» и в следующем году, в общем, несмотря на заявление собственного МИДа. Что вот в этой ситуации, как ее можно трактовать? Ну, прежде всего, Польша и Германия – это две страны, которые по северной ветке «Дружба» получают нефть. Они уже объявили, что они с будущего года не будут эксплуатировать этот нефтепровод. Если сейчас они дают ход назад, ну, это какие-то политические игры, которые мне очень трудно комментировать. Да, Польша может вполне обойтись, она может получать нефть морем, у нее есть нефтеналивные порты. И здесь, в общем-то, критической ситуации я не вижу. Я помню еще, когда в 2007 году, тогда в январе, когда Путин распорядился «Дружбу» закрывать, мы позвонили в германское посольство, в польское посольство, попросили как-то прокомментировать, а как они вообще смотрят на такую ситуацию, когда не будет трубопроводных поставок из России, придется все морем получать. Из Германии сразу ответили, сказали, что это совершенно неприемлемое решение и что переориентировать нефтепроводы, которые ведут к Балтийскому побережью, наоборот, с Балтики из Ростока получать нефть для нефтеперерабатывающих заводов внутри Германии, это будет очень дорого, неэффективно и вообще они не хотели бы такого развития событий. И в польском посольстве сказали, что это очень плохой результат, но в принципе страна готова к тому, чтобы переключиться на импорт сырой ефти морским путем через порт. Если вам нравятся наши эфиры, если вы считаете важной нашу работу, пожалуйста, поставьте нам лайк, не жалейте. Это мы не просто так клянчим, просто чем больше лайков, тем больше людей узнают про то, что мы существуем, про то, что мы занимаемся честной журналистикой. И YouTube предложит этот эфир как можно большему количеству людей. Также, если вы впервые на нашем канале смотрите трансляцию, подписывайтесь на Ходорковский лайв, так вы не пропустите самую важную, самую честную, правдивую информацию. И нас, конечно же.